Евгений Клюев. Желтый воздушный шарик. — Какое прекрасное утро! Какое прекрасное солнце! Как прекрасно, что я желтый воздушный шарик! — крикнул желтый воздушный шарик, едва тволька его надули и завязали. — Утро и солнце — это еще терпимо! — прошипел красный воздушный шарик, понемногу выпуская из себя воздух. Кажется, он был плохо завязан. Но в том, что ты желтый воздушный шарик, определенно нет ничего хорошего, уж тем более прекрасного. — Услышав эти слова, желтый воздушный шарик очень огорчился. Он так сильно огорчился, что духу в нем хватило только на одно коротенькое слово. — Почему? — И тот час же в ответ ему раздался дружный смех великого множества шаров, которые были привязаны к длинной палке и вместе с желтым воздушным шариком, тоже привязанным, продавались. — Они продавались одним смешным старичком в клетчатом кашне. — Желтый цвет? — объяснил розовый шар в форме говяжьей сардельки с перемычками. — Это цвет измены. — Хорошо быть розовым, а еще лучше красным, но желтым, извините, это дурной тон. И потом розовый шар философски улыбнулся. Быть воздушным шариком вообще как-то легкомысленно. — Вот почему тебе лучше не объявлять всему миру кто ты, а стыдиться и помалкивать себе в тряпочку. — Но меня ведь для чего-то надули, — совсем растерялся желтый воздушный шарик. — Не обольщайся, что тебя надули для чего-то, — включился в разговор. Синий шар так туго перетянутой ниткой вокруг горла, что глаза его вылезали из орбиты. Надувает не для чего-то, а просто так. От нечего делать. Желтый воздушный шарик опять посмотрел. Вокруг утро и солнце теперь не казались ему такими прекрасными. — Какое ужасное утро! Какое ужасное солнце! Как ужасно, что я желтый воздушный шарик! — прошептал он и вздохнул так сильно, что ниточка, державшая его, натянулась и лопнула. И желтый воздушный шарик, не успев опомниться, взмыл небо. — Ах ты боже ты мой! Что же теперь делать? Он схватился бы за голову, если у него были бы руки или хотя бы ручки. Но ни рук, ни ручек не было вообще. Была одна голова. И пришла в эту голову страшная мысль. — Меня видят все. Наверное, это очень заметно, что я такой желтый и такой воздушный, и такой шарик. Тут сразу же вспомнил наставление розового шара в форме говяжьей сардельки с перемычками. Он решил, что лучше умрет, чем признается кому-нибудь в том, кто он есть. И очень вовремя решил, потому что одна смиренно проплывавшая мимо него серенькая тучка как раз принялась разглядывать его, а разглядев спросила, «Скажите, пожалуйста, кто же вы?» — Я желтая тучка. Желтец ты, да, еще больше солгал желтый воздушный шарик. — Да? А почему вы тогда на веревочке? — Ну, дело в том, что желтый воздушный шарик суторожно искал каких-нибудь объяснений. Дело в том, что я ручная желтая тучка. — А-а-а! — успокоилась серенькая тучка и через некоторое время как бы невзначай предложила, «А не сделает ли нам с вами грибной дождь?» — Как это? — не понял желтый воздушный шарик. — Неужели вы не знаете? Серенькая тучка выглянула прямо-таки до крайности удивленной. — Видите ли, смутился желтый воздушный шарик. Я еще очень молодая желтая тучка и многого пока не знаю. — Так ведь это же совсем просто. Для того, чтобы пошел грибной дождь, нужно поцеловаться. Тут серенькая тучка чуть зарделась по краям. Когда тучки целуются, бывает грибной дождь, а когда дерутся — ливень. Желтый воздушный шарик сначала, конечно, немножко растерялся, но потом с удовольствием поцеловал серенькую тучку. — Почему-то нет дождика? — разочарованно произнесла серенькая тучка, немного погодя и спросила с ужасом. — Может быть, вы не настоящая тучка, а химическая? — Не знаю, — устудился желтый воздушный шарик. — Тогда с вашей стороны обиделась серенькая тучка. Было в высшей степени неприлично целовать меня. Вот. И она улетела совершенно рассевши. А сконфуженный желтый воздушный шарик поплыл в другую сторону. Он поднимался все выше и выше и вдруг увидел рядом с собой солнце. — Здравствуй, малыш, кто ты? — спросила она. — Я, видите ли, солнышко. — Неужели? — улыбнулось солнышко. — А почему ты такое маленькое? — Я пока еще не выросла. — Быстро сказал желтый воздушный шарик и еще быстрее добавил. — А на веревочке я, потому что я ручное маленькое солнышко. — Вот как рассмеяло солнышко. — Тогда ручное маленькое солнышко. Давай-ка посвети вместо меня. И солнце скрылось в облаках, а на земле сделалось темно. Желтый воздушный шарик светил изо всех сил, но светлее почему-то не становилось. — Ну что же ты не светишь? — спросила солнце, выходя из облаков. — Я свечу, но мне как-то не светится, — признался желтый воздушный шарик. — Тогда ты, не настоящее ручное маленькое солнце, — очень уверенно сказал солнце и перестало обращать внимание на желтый воздушный шарик. Оно засияло так ярко, как только могло, и на земле опять сделалось светло. А желтый воздушный шарик постепенно скрылся из виду. Ему было очень стыдно. И кроме того, он ужасно устал. Опустившись вниз, желтый воздушный шарик присел на какое-то дерево и сразу же услышал приветливый голос. — Добрый день, я Красное Яблочко, а вы? — А я Большое Желтое Яблоко, — пришлось ответить желтому воздушному шарику. И он начал прилежно висеть, чтобы Красное Яблочко ему поверило. Но то с сомнением произнесло. — Кажется, вы не Большое Желтое Яблоко, а ОЧЕНЬ Большое Желтое Яблоко. — А почему вы? — А потому что перебил его желтый воздушный шарик, потому что я такое выросло, а на веревочке я, потому что я Ручное Большое Желтое Яблоко. — Понятно, понятно, — испуганно ответила Красное Яблочко и поспешно предложила. — Давайте тогда скорее зреть. Тут оно повернулось бочком к солнцу и принялось наливаться соком. Желтый воздушный шарик тоже повернулся бочком к солнцу, но соком не наливался все равно. — Что же вы не зреете? — осторожно спросила Красное Яблочко. — Да как-то не зреется мне, — растерялся желтый воздушный шарик. Опять его улечили. — Значит, вы не настоящее Большое Желтое Яблоко. Собравшись с духом, выпалила Красное Яблочко, давно уже сомневавшаяся в собеседнике. — Может быть, вы муляж? — Никакой я не муляж! — обиделся желтый воздушный шарик. Он не знал, что такое муляж, но слово было какое-то противное. — Я настоящий! Я самый настоящий желтый воздушный шарик! — выкрикнул он и ужасно испугался из-за того, что выдал себя. Но тут же услышал радостные детские голоса. — Кто тут желтый воздушный шарик? Где он? Увидев где, дети подбежали к дереву и запрыгали вокруг. А потом отцепили желтый воздушный шарик от ветки и принялись играть с ним, приговаривая, какой замечательный желтый воздушный шарик. И тогда серенькая тучка и солнце увидели с неба, какой это замечательный желтый воздушный шарик. Красное яблочко со своей ветки с некоторой даже завистью произнесло. — Да, это большое счастье быть желтым воздушным шариком. — Не огорчайтесь! — крикнул снизу желтый воздушный шарик, прыгая по траве. — Быть красным яблочком тоже не совсем плохо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok